Доброе утро, дорогие друзья! Я уже проснулась, зубки почистила. Уже этот, позавтракала. У меня, короче, творога много сейчас на завтрак, сырники сделаю. Я уже даже брокколи отварила. Сейчас Витюхе прописали препараты. И этот. Теперь ему нужно после еды завтракать. Он у меня с утра вообще толком не ест. Поэтому мне нужно что-то сделать, чтобы он поел. Он обожает брокколи, он любит сырники. Вот, он так сделает. А, он светится. Почему он светит? Плохо, да, меня видно? Постоянно. пол килограмма творога, одно яйцо, щепоточка соли, сахар здесь уже есть. все перемешиваем, добавляем манку все это снова хорошо перемешиваем. все, можно включить сковороду, чтобы она накалялась. на сковороде немножко масла. все перемешиваем. брокколи отваренные. я не знаю, сколько я их, минут пять, наверное, я их вареную кипятила. может десять. сейчас схожу за мукой. сейчас посуду разберу. короче, у меня, у Вити, изначально Вити заболел, просто простыл. неделю он лежал пластом, лучше ему не становилось, я уже антибиотик подключила. и вот как бы вот эта простуда, кашель у него все после у тебя прошло. но у него начались панические атаки, синдром навязчивых движений. то есть он постоянно какое-то движение делал и делал. и вот я с этим обратилась в больницу. ну, что я и говорила, то нам обоставили. то есть диагноз так и звучит. синдром навязчивых движений и панические атаки. это очень страшно. то есть бывают у него такие приступы, что он ко мне подходит и говорит, мама, мне плохо. у него сумасшедше стучит сердце, у него какой-то страх, у него такие вот глаза. ему как будто не хватает воздуха, хотя на самом деле он сильно в себя вот этот воздух вдыхает. но у него ощущение, что он не может полной грудью вдохнуть в себя. у него и тошнота, и все-все-все на свете. вот это вот он, мама меня сейчас как будто вырвет. но это очень страшно на это смотреть. вот теперь нам прописали лечение. мои огурчики, я их сама делала в этом году. блин офигенный, все, вторая банка мы ее доели. я две банки только сделала. потому что на тот момент, когда огурцы вспели, когда их было очень много, и я тогда, мы жили с Колей тогда раздельно поругались были, и все огурцы у нас пропали. он маме своей возил пакетами, эти огурцы раздавал, другу своему возил. они у него перерастали, ну то есть долго не срывали, и они прям вот такие огромные, вот такие огурцы вырастают. формируем, короче, этот сырничек, и будем обваливать его в муке. руки смочить можно, и все, и оно не будет к рукам прилипать. с брокколи думаю омлет что ли сделать, но у меня Витя яйца не любит. когда он у Юры с Людой, ну это Юра, моего бывшего мужа, новая жена гражданская, ест, он говорит, Люда мне яичницу пожарила, я яичницу ел, дома он не ест. так все, теперь я сейчас в тарелочку, вот в такую. у меня Витя первую ночь спал всю ночь, он в 11 вчера уснул, и он до сих пор спит уже 7 утра. это первая ночь, а так-то у него и сна нет. он не спит, вот эти вот панические атаки, вот это вот все, это бессонница, это очень страшно. а Коля мне все говорит, он притворяется. он специально не спит, типа караулит, чтоб мне с тобой не обнимались, не сплавались. вот, ребятка, мясо. вот, ребятка, мясо. тут она есть и пляж back, Geoffy sicklich. а то ставим караулку И как тебе еще угол выйдет. Вот из пол килограмма творога получится. 10 сырников. И у меня Витюша он всего боится. Он всего боится. У него какие-то страхи. Может кто-то залезть, ограбить, убить. Я не знаю, откуда вот это берется все. Но даже он когда со мной дома... Мама, там что-то шорох. Там кто-то это. Я говорю, Витюша, господи, на улице ветер. Может мышка какая пробежала. У нас же в том году второй этаж сгорел. У нас теперь все вот как бы закрыто второй этаж. Но там мышей живет. Там даже крысы здоровые живут. Как у него там мышка, где-то крыска, где-то ветер, где-то птичка. А у него все равно такие страхи. И вот это очень-очень страшно. Вчера у него тоже такой был незначительный приступ. Ну я его так старалась, успокаиваясь, говорю. Да прям. А, ну мне вообще доктор сказал не обращать на это внимание. Потому что когда первый у него был приступ сильный, я капец распаниковалась. Я такая, боже мой, Витя, что такое, что такое. И я сама вот такая вся в панике. От этого ему еще сильнее, хуже. Потому что он видит, если мама паникует, мама в таком шоке, то ребенок еще сильнее, и ему вот это все приходит к нему. А вчера я смотрю, я короче заметила, я смотрю, у него начинается. А я ее как-то, как будто не замечаю там. Вот с ним разговаривала, я так и разговариваю с ним. И его потихонечку на другую тему перевожу, там что-нибудь это. Но он вчера вечером, вроде днем нормально, вечером он какой-то был прям как заводной. И его не остановить. Я ему уже говорю, Витюша, тебе не занервничать. Он купил себе, я уже хрен с ним на все пошла. Сейчас хоть и денег у меня нету. Не то, что нету. Но у меня они все расписаны. Что, как, куда, почем. И мне уже было все равно, я уже говорю, захотел он этот пистолет за 16 тысяч. Я говорю, ладно, сынок, хорошо, возьми. И из этого пистолета он вот эти эмоции. Вау, классно. Потом домой пришел, что-то там дернул, оторвалось. Он расстроился, он начал психовать. Он там плакать начал. Я говорю, Витя, сейчас Коля все сделает, запаяет. Плакать тебе нельзя, расстраиваться нельзя. Успокойся, это мелочи. Типа еще один купим, если что. И вот так вот, короче, я с ним. Я его уже начала водить к бабке, которая свинцом выливает у него вот это все. Вчера, по-моему, 4 раза она ему свинец выливала. Говорит, еще не вышло из него вот это ничего. С глаз. Вот это вот все. Еще сегодня мы сейчас поедем в полдесятого. Так. Мне надо мыть посуду. Да, мне надо мыть посуду. Делать столько по дому. Ну, они прикольно так жарятся, классно. Это противень мне как поднос. Стала у меня нет. КОНЕЦ 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 Сейчас уже Витюшу буду будить, Коля буду будить, да надо выезжать. Мы сегодня черепашку себе берем, нам дарят черепашку. Ну как дарят? Изначально я так поняла, что женщина, короче, говорит этот... Что-то мы с ней разговаривали, да, огурцы. Я ей бесплатно огурцы дала, которые уже, ну, короче, что-то мягкие какие-то были уже. Уже товарного вида у них нету. Я ей бесплатно, короче, она говорит, ой, спасибо, а то у нас черепаха, она ест от ней огурцы. И этот ест, говорит, от ней огурцы. Представьте, что-то у него не получились эти сладенькие. КОНЕЦ Что-то мне совсем не нравится, как они у меня получились. А что не так? То ли манки мало, то ли муки, надо было еще туда в тесто добавить. Бляхи, мухи. Ладно. И она говорит, у нас маленький ребенок. Он говорит, уже три годика и начала черепаху швырять, кидать, на нее залазить. Я говорю, мы за нее боимся, мы ее хотим кому-нибудь дать. Я говорю, да, ну и как бы я говорю, блин, у нас была черепаха два раза. Я говорю, мы знаем, как за ней ухаживать, я тоже хотела черепаху. Она говорит, да, хорошо, я дочке скажу. Сегодня она меня на мой номер взяла и вчера она мне звонит. Говорит, Юля, можете поехать черепаху забрать? Я говорю, хорошо. Я такая думаю, да, спрошу. Я говорю, сколько цена? Она говорит, мы брали за 15, вам за 10 тысяч тенге. Я говорю, нет, за 10 тысяч тенге я не буду брать черепаху, потому что один раз она у нас бесплатно появилась, потому что свекру он откуда-то с рейса ехал, ему под машину она как бы дорогу, короче, шла через трассу. И он ее заметил, под колесами была, он тормознул и ее домой нам привез. А второй раз мы купили ее за 1000 тенге, тоже такую большую сухопутную. Я говорю, 10 тысяч отдавать за черепаху, я говорю, я не готова. Я говорю, тем более, я говорю, вы же знаете, я говорю, этот магазин только-только взяла в аренду. Я говорю, я еще даже не до конца с этим вагончиком рассчиталась. Тут у меня ребенок заболел. Тут, говорю, вот это все одно на одно навалилось. Я говорю, давайте так. А она такая говорит, хорошо, это тогда вам подарок на Новый год. Я говорю, вы что, какой подарок? Так, нет, я говорю, я не могу принимать такие дорогие подарки. Я говорю, давайте так, мы у вас ее пока заберем. У меня как появится возможность там в январе-феврале, я говорю, первым делом я отдам вам денежку за эту черепашку. Она такая говорит, ладно, получится, отдадите, не получится. Типа не отдавайте, не вот так. Но я обязательно отдам деньги. Короче, с нами теперь еще будет жить черепаха. Маруся, черепаха. И мы с Витюшей. Вот такая у нас будет маленькая дружная семья. Блин, я хотела сырники показать, они у меня что-то какие-то странные. Не так уж получилось, что-то не то. Надо было добавить в творог еще муку. А я просто обваляла в муке. И они какие-то такие, шкурка на них как бы такая нормальная, плотная. Я их переворачиваю, они там все растекаются. Ладно, съедим как-нибудь. Поехали. Поехали. Поехали.